Если когда-нибудь, дорогие зрители передачи Арт Ликбез, вы окажетесь в городе Барнауле, который славится своими супермаркетами, здесь самая большая концентрация диванов на душу населения, но вы все-таки не испугаетесь побывать на проспекте Космонавтов 6Г и обнаружите, что в торговом центре Республика на четвертом этаже, который нужно еще уметь найти, расположена галерея Республика ИЗО. А в галерее Республика ИЗО, комиссаром которой является небезызвестной всем петербургским арт-критиком и арт-посетителем Вадим Климов, открытие вернисаж четырех художников, из которых мы выбрали двух самых интересных. Я рисую и пишу три года. Начал, можно сказать, случайно, вместе с дочерью рисовали простые картинки. Постепенно я начал ставить более сложные эксперименты, усложняя задачи для себя, пришел к тому, что стало получаться. Здесь практически есть половина всех моих работ нарисованных, все они экспериментальные, это можно увидеть, проследить в работах, нет никакого повторения. То есть каждая работа для меня это какой-то творческий эксперимент. Смогу ли я сделать вот это, смогу ли я сделать вот то. Пока эти эксперименты продолжаются, не все еще испробовано, пока есть движение. Ну а дальше посмотрим. Не считаю, что у меня есть какая-то своя стилистика, хотя мне говорят, что она есть для меня же. Это постоянный поиск, какая-то идея появляется, и я ее хочу реализовать. Либо это идея в технике, либо это идея в самом объекте, либо это идея в эмоции. Ну это скорее хобби, хотя работы продаются не столько ради заработка, сколько чтобы была возможность у человека, если ему понравилось, сразу это купить себе. Почему нет? На постоянной основе этого не происходит, поэтому я здесь пока не вижу карьеры, чтобы только этим заниматься. Поэтому это больше самое выражение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну выставка уже планировалась давно на самом деле, собирала ее несколько лет. Здесь сейчас идет определенная тематика, деревенская тематика. Она мне очень близка, почему? Потому что очень много времени, особенно детские года, одни из самых беззаботных вообще моих дней, я провел в деревне. Получилось так, что деревня была, мягко говоря, непопулярна. Эти понятия, какие-то деревенские устои, они стали забываться новым поколением. И я вот как раз решил создать такую выставку, чтобы призвать людей, чтобы они какие-то понятия, даже если не знали, хотя бы просто узнали, которые знали, чтобы не забыли. Все эти картины, они приурочены к одной конкретной деревне, но они направлены на всю деревенскую тему, на тему деревни во всей, там, республике Алтай, в основном Алтайском крае. Здесь несколько типов картин, то есть натуры работы, потом работы на ассоциации, ну, допустим, там, завалинка, либо там колонка и так далее. То есть такие моменты, которые уже ушли практически из-за обихода. Третий тип работ – это основная деятельность деревенская. Также несколько есть других видов, ну, допустим, есть совсем мультяшные, ну, грубо говоря, там, коровы, какие-то животные, люди, какие-то постройки, которые на самом деле в жизни, они в ужасном состоянии, но если их немножко преобразовать, сделать повеселее, то есть они даже кажутся и не так уж и плохие. Продолжение следует... Продолжение следует... Интересно, доедет ли эта бричка, ну, положим, до Петербурга. Доберется ли до Петербурга провинциальный художник? Какая у нее перспектива? Может быть, куратор Вадим Климов нам что-то об этом скажет? Главный вопрос современного арт-рынка – это как художнику из провинции состояться и перейти, например, в Неймгеллери, или Марину Гисич, или Анну Нову, вот как? Это сложный вопрос. Я скоро буду делать большую лекцию на эту тему как раз для провинциальных художников, для тех, которые сейчас выставлены в галерее Республика Изо, это как раз молодые художники. Мне кажется, это будет интересно порассуждать. И провокационный вопрос. Может быть, те художники, которые так и остаются в провинции, вот они просто по уровню такие, что не подходят для столицы, для больших серьезных пространств, арт-пространств? Нет. Пришло новое поколение. Да, те художники, которые остались в прошлом поколении, они, скорее всего, так там и останутся. И действительно, вряд ли традиционные пейзажисты, кроме выставок, сделанных Союзом Художников, там какая-нибудь Россия-21 или еще что-то, они будут привозить 2-3 свои картинки, так и будут участвовать в этих выставках. Но пришло новое поколение. И тут может произойти прорыв и рост. И все зависит от того, как художник будет себя продвигать. То, что художник в провинции может стать интересным, заметным, любопытным, творчески, то есть его искусство может быть интересным, это несомненно. Так что нет, здесь нужно работать. И работать, четко понимая современные технологии продвижения. И все получится. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"В финале арт-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс. -"Всё-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс- Имаи.